Всем привет! Рядом со мной находится Михаил Потапов, областный корреспондент издания «Спорт Экспресс». Не читайте его никогда, но для этого издания Михаил незаменим, поскольку знает английский язык. И сейчас наша тема – англоязычный бой, то есть бой, проходящий на англоязычной территории. «Омега-файт» – это Василия Ломаченко и Теокима Лока. Вроде бы, все хорошо. Скажи, насколько сильно ты ожидаешь этого боя? Ну, это, пожалуй, тот бой, который я ожидаю, наверное, больше всех, потому что за пандемию мы реально соскучились по такому топовому боксу. ММА-то у нас был, там все эти острова, которые Дана Уайт придумал, а бокса у нас толком и не было, кроме одного единственного шоу, где Поветкин вырубил Дилина Уайт. Это тоже очень хорошая тема для разговора. Но, да, то есть бой Ломаченко с Лопесом я жду очень сильно, хотя потому, что для Ломаченко, ну, это первый, наверное, за очень долгое время действительно тяжелый бой, как мне кажется. И тем более, что мы не знаем вообще, вот после пандемии вообще мало что можем знать про форму кого-либо. Вот. Будет ли Ломаченко в оптимальной форме? Будет ли Лопес в оптимальной форме? То есть это не просто бой Ломаченко и Лопеса, это бой Ломаченко и Лопеса, когда мы не знаем, в какой они будут в форме. То есть это бой людей, которых мы не видели там больше года, наверное, я так понимаю, обоих. И поэтому это и вдвойне интересно еще, то есть именно по этой причине. А, ты сказал, что это первый тяжелый бой для Василия Ломаченко в последнее время. Скажите, когда был последний тяжелый по-настоящему бой у Василия Ломаченко? Вот тот бой, где он поднялся в весе и был нокдавний. С Ленаресом. Да, с Ленаресом. Вот он реально был тяжелый. И Ломаченко, мне кажется, сам немножко удивился от того, что удар это пожестче намного. То есть он привык к тому, что с ним выходят парни, которые его размера, а то и меньше, как Ригонда, например. Ну вот, а то он вышел с парнем удары больше, чем он. И он, конечно, все равно переигрывал его в скорости. Но ударчики, которые он получал, это были немножко другого класса, другой жесткости. И поэтому он был в нокдауне. Это был не очень серьезный нокдаун, но тем не менее. То есть Ломаченко давно не падал ни от кого. Вот это был последний его сложный бой. А этот бой с Топесом, я думаю, будет сложнее. Еще потому что Лопес, это не Ленарес, он просто быстрее намного, сильнее. И Ломаченко впервые будет выходить на бой не в статусе явного фаворита. Теофим Лопес в свое время ты и я смотрели многократно. Но вот сейчас я как-то по памяти не могу вспомнить многих соперников. Потому что он вообще другил Ричарда Коэмина, если я не ошибаюсь. Вот в целом у тебя Топес какое впечатление произвели, какого боксера уровня? А не в чем можно судить уже, как он боксер высокого уровня или вы еще доказываете? Ну, конечно, ему доказывают. Это довольно серьезный боксер. Наверное, все-таки Ломаченко мог быть и более серьезный соперник. Например, Джеронто, Дэвис, это было бы еще более интересно. Но Туафима Лопес, это парень, который давно хотел играться с Ломаченко, который этот бой сам продвигал. Вот еще раз через всякие интервью, пресс-конференции. Я думаю, что он готов хотя бы дать бой. То есть, может быть, он пока не готов переиграть Ломаченко, но хотя бы дать серьезный бой, наверное, он готов. Ну, ты говоришь, что у него там серьезный соперник был Хорхель Линарос. Я считаю, что у него была серьезная соперник, это Волтерс и Ригондо самыми сильными были. Но судить по наследию Ломаченко о том, какой он вклад оставил, какой он реальный уровень показал, мы будем по поединку с Лопесом или по чему-то другому? Мы уже знаем, какую он вклад он оставил. Мы уже на счет его уровня не сомневаемся вообще. Ломаченко доказал всем еще после первых двух-трех боев в профи. А многие уже и так знали, что он супертоп из олимпийских всех его побед и в полу-профи и так далее. Но бой с Лопесом – это такой хороший бой в коллекцию его наследия. Может быть, не главный. Может быть, у него впереди будут еще более серьезные бои. Он же должен подниматься весь и по идее. Может быть, в идеале мы будем встретиться с кем-нибудь вроде Кроуфорда. Не знаю, может быть, это нереально. Да, это высоковато, наверное, будет. Ну, Кроуфорда же в 63 дрался. Ломаченко в 63 тоже придет, наверное, когда-нибудь. Вот им бы там пересечься, вроде-ка, через два. Я скорее думаю, что Василий завершит карьеру, но это же мои подозрения. Чем-нибудь 53 килограмма. А вот, скажем, победителем суперсерии, это, кажется, был Джош Тейлор, а это была суперсерия в 63-х весах тоже. Да, да. Я думаю, Кроуфорд сейчас в 66-ти выступает, поэтому, наверное, победителем суперсерии это чем-то более-менее возможно. Да, да, тем более, тем более Тейлор, чувак еще тот, да. Кстати, жалко, что Ломаченко никогда не дрался, например, с такими ребятами, как Кал Фрэмптон, например. Это было бы очень прикольно тоже. Ну, висит, проблема обратная. Да, слишком маловато. Но вот был момент, когда они были в одних весах где-то, там, несколько лет назад. Там был и Городович, когда был в одном месте на пике, причем, но Городович решил, чуть-чуть Ломаченко дешево так продаваться в пальто, и Селби легкого побью. И побил, да, да, зарубился Селби. Затянул-ка был, парень, да, сейчас без карьеры. Ну, давайте сейчас закончим с темой Василия Ломаченко. Тем, что вот мы обсудили его все, ну, возможный вклад. Что делать к Лопесу, скажем, в случае победы Ломаченко? Он уже тоже всем доказал тогда, получается, все, либо-то с кем-то встречал. Да нет, если Лопес выиграет Ломаченко, у него только все начнется. Лопес, при всем к нему уважении, это, конечно, пока не звезда у меня Ломаченко и близко. Мне кажется, даже в Америке Ломаченко гораздо лучше, чем Лопеса. И, может быть, даже где-нибудь в Мексике, в латиноамериканском мире. Для Лопеса, как и для любого другого бойца сейчас, бой с Ломаченко – это мечта всей жизни, потому что вот с этого боя у него может начаться вообще другая жизнь. Вот, например, вот сейчас вот мы общались с Дэнни Уильямсом, который бил Тайсона в свое время. И Дэнни Уильямс, если бы не тот бой с Тайсоном, не был бы никому известен за пределами Великобритании никогда в жизни. Но он этот бой провел, он его вдруг выиграл. Ну, может быть, для кого-то и не вдруг Тайсон все-таки был тогда уже не железным майком, а картонным майком, возможно. Но, тем не менее, бой с Тайсоном, как и бой с Ломаченко для Лопеса, это, может быть, путевка и вообще в супер другую жизнь просто. Он выиграет у Ломаченко, и он сразу станет суперзвездой. Ему будет поступать приглашение от разных каких-то богатых людей на какие-то тусовки, ему будут дарить подарки. Он станет медийной мегазвездой. И, конечно, нужно этим шансом пользоваться. Поэтому это не конец для него, это как раз для него самое начало. Даже если он проиграет этот бой в равной борьбе, и сам будет раздельное решение, если он Ломаченко уронит, то это уже все другой уровень абсолютно. Это другие гонорары у него будут. Поэтому это только начало в любом случае.